Дон Жуан – вечно молодой герой-любовник, который живёт на сцене уже четвёртое столетие. В Пермском оперном театре поставили знаменитое произведение Моцарта, предложив свой взгляд на эту историю. Её канва остаётся прежней. Дворянин Дон Жуан готов на любые хитрости и любой риск, чтобы добиться понравившейся ему женщины. Дамы тоже к нему неравнодушны. Он идёт на преступление, убивая командора, который пытался вступиться за свою дочь. Как считают в театре, фигура убитого командора – это символ порядка, старых традиций. Дон Жуан – его антипод, олицетворяющий энергию жизни, желаний и эмоций. Это стихия, которую трудно загнать в какие-то рамки. Режиссёр постановки Марат Гацалов называет Дон Жуана одним из ключевых мифов в европейской культуре. Это всё фигуры нового времени, которые появились практически в одно время. Это Фауст, это Дон Кихот, Дон Жуан, Гамлет. Они запустили очень важные процессы в культуре. Эти герои стали в каком-то смысле такими, ну как сказать, проводниками в этом лабиринте сложной человеческой природы, понимаете. И, конечно, они важнейшие фигуры. Дон Жуан – одна из самых важных. Сценография оперы сложна и необычна. Солисты находятся рядом с оркестром, а на сцену выведены их масштабные видеопроекции, словно аватары. А может, ожившие архетипы. Об этом лучше судить зрителям, которым предлагается взглянуть на эту историю свежим взглядом, увидеть в ней и вечные, и актуальные темы. По мнению дирижёра постановки Артёма Абашева, музыка Моцарта гораздо прогрессивнее эпохи, в которую была написана. В ней отразились фарс и высокая драма, и обыденная и божественная в человеческой жизни. Самое главное, что для меня было важно, это попытаться понять замысел Моцарта. Мне бы хотелось написать эту оперу вместе с ним, быть рядом, когда она создавалась. Поскольку я её первый раз для себя делаю, для меня это тоже особенная совершенно работа. Премьеру оперы «Дон Жуан» приурочили к 150-летию Пермского театра. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.